добрый день уважаемые зрители и подписчики моего канала героем этого видео будет зарядное устройство ht rc p30 обзор которого я уже ранее снимал и вы можете его найти на моем канале в этом же видео я попробую его разобрать для того чтобы посмотреть насколько качественно и вообще как он сделан изнутри насколько качественно там электронная компонентная база мне это интересно и думаю это будет интересно вам потому что это зарядное устройство достаточно популярная и у него большие продажи в marketplace aliexpress перед тем как я начну его разбирать напомню его основные характеристики значит это зарядное устройство из серии умных что означает что само устройство может автоматически определять типы аккумулятора а также его напряжением это устройство поддерживает весь спектр известных аккумуляторных батарей по крайней мере там 95 процентов такие как основные это свинцово-кислотные свинцово-кислотные гелевые свинцово-кислотные джем разные литиевые в том числе литий железо-фосфатные также это устройство поддерживает аккумуляторы с напряжением 6 вольт 12 вольт 24 вольта и максимальный ток заряда в 30 ампер достигается при заряде 12 вольтовых аккумуляторных батареи и так значит вот так у нас выглядит наш корпус на и мы видим что есть у нас основные болты крепления здесь 4 в передней части и несколько болтов здесь сзади давать его попробую раскрутить ну также перед тем как начну разбирать тоже у меня к вам просьба поставить лайк и подписаться на мой канал если вы этого не сделали мы ранее что ж если подписочка есть и поставлен лайком давайте мы продолжим вместе так давайте раскрутим эту часть разборки зарядного устройства как всегда самая длинная и не очень интересная но его надо пройти потому что процессе разборки могут возникнуть разные нюансы если вы допустим захотите сами ремонтировать то вам нужно будет о них знать так я сам впервые разбираю конкретно этот это устройство поэтому поэтому многие вещи которые здесь возможно встретиться тоже могут вызвать у меня удивление и некоторые заминки есть так нашу болтики отказываются выходить и не винтики так есть остался последний с передней части есть так что мы можем сказать про винты давайте посмотрим ну что можно сказать что они почему-то все разной длины ну не знаю как бы мелочь вот в принципе держит и держит и держит но как бы да интересно что все они разной длины давайте покажу поближе то не будет ли видно на видео вот ну вот этот вот самый короткий по идее вот этот самый длинный видите ну в общем да мелочь такая так далее снимается у нас пластиковый бампер здесь у нас видна кнопка бум бум все довольно обычный далее здесь у нас экран и и еще одну сама кнопка да еще два болта давать их тоже открутим да так здесь у нас два маленьких винта положим их отдельно так эти вот два винта у нас отвечали за на соединение двух частей корпуса верхней крышки и нижней крышки ну или корыто так и тут непонятно можем ли мы снять без дальнейшего разбора или все-таки стоит открутить еще что-нибудь так здесь нет да пожалуй есть смысл подкручивать все что-нибудь это вот Продолжение следует... Я недавно в одном из видео прошлых разбирал другое зарядное устройство модель Foxur F5 250 Но оно разбиралось проще Здесь намного на порядок больше разных соединительных винтов Визуально здесь тоже немножко длина отличается Но я думаю, что это мелочь Тоже положим их отдельно Так, что мы видим Мы видим Что мы близки к полному разбору устройства Но все еще крышки держатся Значит, есть у нас еще и Здесь два винтика Так, их тоже Раскутим Раз Два Так По идее Мы открутили все Что было возможно И доступно Или то, что мы, по крайней мере Увидели Теперь главное Аккуратно Разобрать Снять части корпуса Так, чтобы Не повредить экран И возможные шлейфы Которые могут быть Внутри Опачки Оказалось Все Довольно просто Итак Верхняя крышка Выглядит Вот так У нас есть Три винта Которым крепится Вот эта вот Ручка Да Давайте Отложим в сторонку Так Что мы видим Здесь Здесь у нас Есть Экран Который тоже Вставлен в пазы И в принципе Мы можем его Как видите Снять И отключить Он Имеет подключение Через шлейф К плате Причем Если можете видеть Здесь Этот шлейф Защищен Ну Такой Резиновой Термоусадкой Я бы сказал Да Будет Что В принципе Хороший знак Да Итак Экран у нас Модульный Ну Разбирать Сам экран Смысла нет С ним Как бы Все Понятно Давайте Посмотрим Вентилятор Здесь У нас Тоже Он стоит В Пазу Таком 12 Вольт Мы видим Он у нас Трехконтактный Трехконтактный Ну Я бы сказал Так Что Если Здесь Три Контакта То Скорее всего Здесь Стоит Датчик Который Считывает Количество Оборотов Крыльчатки И Возможно Именно По этим Данным Устройство Корректирует Вращение Вентилятора Делать его Быстрее Либо Медленнее В зависимости От температуры Там И Режима Зарядки Аккумулятора Тоже Он подключается На отдельный Разъем Видим Что Есть у нас Защитное Покрытие К Сожелению Модель Модель Вентилятора Не указана Поэтому Сложно Сказать Его Характеристики Могу Только Попробовать Его Померить Возможно Будет Полезна Данная Информация Значит У него Размер 5 Сантиметров 5 Сантиметров 12 Вольт Хорошо Вернем Его Обратно Смотрим Дальше Так Видим 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 Сверху Ну что Честно говоря Я не являюсь Специалистом По Электротехнике Да Ну вот Можете Сами Посмотреть По крайней мере Верхняя часть То что мы Видим Сверху Выполнено Ну Вот Смотрите Сами Качественно Есть У нас На силовых Элементах Радиаторы Два Крупных Конденсатора Емкость К сожалению Сейчас Пробую Рассмотреть Так 400 Насколько я понимаю У нас здесь 420 Вольт Конденсатор 1 И 780 Микрофарад То есть У нас Два Конденсатора По 420 Вольт И 780 Микрофарад Вот Если вы Являетесь Специалистом Не знаю Можете В комментариях Написать Хорошо Ли Это Плохо Да Вот Оценив Вид И Данные Из этого Видео Так Есть у нас Еще один Здесь У нас 4700 Микрофарад Количество Вольт Не видно Не могу Сказать Да Чик Чик Это у нас Скорее всего Установлено Реле Потому что Конкретно Это устройство Заряда Я пробовал В разных Режимах Зарядки Но При переключении Режимов Клац Ну Слышим Такой щелчок Я думаю Что Именно Вот Из-за Этого Реле Оно Так Клацает При переключении Разных Режимов Трансформаторы Две Штуки Так Ну что ж Верхняя часть Выглядит Неплохо Да Не знаю Вам показал Все что Можно Рассмотреть Давайте еще Я Раскручу Винты И посмотрим Еще с другой Стороны Как выполнена Плата Здесь у нас Также Крепление На Четыре Винта Раз Раз Три Так Свинти к сожалению вышел погулять потом его подберу не буду отвлекаться так так стать еще замечу что вот есть у нас креплением это сетевой кабель это кабель для зарядки аккумулятора выполнена очень ну красиво качественно то есть специально есть пазы в корпусе продумано с такими креплениями ну как бы это классно это хорошо более дешевых вариантов такие значит ему как бы условно гаражных то здесь вы просто чем-то либо заклеили либо там был бы узел либо к это просто прикручено чем-то здесь видите сделано по уму технологичную простите так продолжим и так мы открутили и в этом хочу крана соединять вынимаем так давайте здесь тоже чик так то мы видим здесь вот так выглядит обратная сторона платы здесь у нас видите подключение проводов которые идут и к зарядке аккумулятора здесь у нас сетевой кабель подключением да все выполнено ну никаких соплей разводов я в принципе не вижу здесь все очень технологично очень качественно не вот единственный момент да вот здесь немножко видно следы деятельности не знаю что конкретно вот это подключение подключение нашего экрана вот здесь возможно принимал участие не знаю человек немножко видно следы следы чего-то не знаю флюса вот возможно плата делается на одном конвейере потом он подключается кто-то пропаивает не знаю отдельно подключать сам индикатор ну вот так вот мы сами смотрите ну выполнено видны значит надписи на трансформаторах вот ну что ж пожалуй на этом все да я разобрал мои впечатления такие что ну довольно круто на самом деле круто я никаких косяков серьезных и не заметил все сделано аккуратно технологично ну так если как бы говорить по простому везде стоят радиаторы до что может быть только хорошим признакам много конденсаторов силовые элементы видно тут видите прокладочки есть термические вентилятор у нас трехконтактный ну то есть все сделано классно изнутри качество сборки исполнения очень хорошие прекрасно там ну не считая того что там в начале разборки были мы винтики немножко отличались подлиннее но это вообще можно назвать мелочью во всем остальном ну в общем устройство классное я думаю что это устройство для покупки можно рекомендовать в вполне ну на этом пожалуй мое видео закончено прошу вас писать ваши мысли ваше мнение в комментариях если у вас есть опыт работы с таким устройством тоже пишите в комментариях будет интересно их почитать вот ознакомиться с вашим опытом ну на этом все спасибо вам за просмотр еще раз ставьте лайк подписывайтесь на канал всего хорошего до свидания спасибо